всем привет мы как и обещали ровно через неделю в четверг выходим в эфир рады видеть всех кто у нас пришел на эфир можете в чате что-нибудь написать там привет привет поставить плюсик звук свет сегодня я достал свой аппаратуру световую поэтому нас должно быть даже получше видно не то что в прошлый раз что-то не видать не знаю у тебя там что-то в чате идет мне только интересные сообщения не знаю наверно ничего нет все нормально будешь там смотреть почему-то у нас чат с задержкой какой-то ну не страшно все отключил у нас пропал чат ты молодец ну что мы сегодня хотели поговорить о том как полюбить литературу но прежде давайте вот то что все youtube требует от нас чтобы вы там поставили лайки если не подписаны подписались на канал на мой бы наверное подписаны но это моя жена наташа она кандидат культурологии у нее на мой взгляд очень интересный канал который называется культурология для всех она там доступным языком рассказывает про то что такое культура сейчас прекрасная серия шотцев с культурологическим словарем выходит поэтому найдите подпишитесь мне кажется что в анонсе нашего канала нашего стрима есть ссылка на канал будем очень рады вас видеть и здесь это да да конечно очень будем рады безусловно да мы сразу расскажем что мы сегодня как и в прошлый раз собираемся поговорить на тему заявленную в нашем стриме а в конце ответим на ваши вопросы обязательно пишите нам вопросы это очень ценно когда вы пишете вопросы когда видно что вы вам интересно и вы хотите узнать ответ на какой-то вопрос это очень важно очень ценно и мы всегда очень-очень радуемся вашим вопросам до долю вопрос могут быть любые и по теме и просто даже может быть личные если будем в состоянии ответим если нет то скажем что не знаю ну чё поехали мы как обычно в начале рассказываем про какой-то свой опыт по заявленному вопросу а я хочу предварительно сказать что сегодня мы говорим о том как полюбить литературу да а в прошлый раз мы разговаривали о том почему люди не любят литературу если вам интересно ответ на этот вопрос то вы можете посмотреть наш предыдущий стрим да это абсолютно ну что ты начинаешь я начну как я полюбил я полюбил я полюбил литературу я полюбил литературу когда еще только учился читать потому что мне попалась книжка прямо книжка которую я полюбил и это была книжка урфин джус и его деревянные солдаты я рассказывал я полюбил и прямо и я понял что это ну тогда я конечно наверное мало чего понимал мне было 6 но я почувствовал я почувствовал что это какой-то совершенно другой мир ну вот ты живешь своей жизнью вот так вот ты мальчик там тебя папа мама ты живешь маленьком городе на окраине где-то разворачиваются совершенно фантастические потрясающие невозможные события мало того эти события еще развиваются и у тебя в голове параллельно сердце вот и я полюбил это читать и потом как-то я сразу стал много читать мало того я еще все это рассказывал своим друзьям то есть долгая история моего канала да то есть я пересказывал своим друзьям всякие книжки которые я прочитал и многие из моих друзей в связи с этим брали у меня почитать эти книжки я делал такой как обзор книг прочитан да вот то есть вот так я полюбил читать а потом как-то это развивалась развивалась и развилась до того что я начал читать довольно сложную литературу и я ее люблю и и до сих пор читаю с большим удовольствием давай ты теперь а мне просто очень повезло с педагогом по литературе у нас была женщина которая в общем еще надо сказать что было время такое я заканчивала школу уже в 90-е но началось в общем это несколько раньше когда мы еще в конце восьмидесятых начали проходить разные сложные произведения и я стала писать сочинения которые ну не соответствовали официальной точки зрения и меня за эти сочинения не наказывали это было большим плюсом потому что у меня там были проблемы с русским языком но за литературу меня на прямо то что я могла высказать другую точку зрения отличную от той которую собственно педагог преподносил на занятии то что педагог за это не наказывал не говорил о том что я там глупо ничего не понимаю да а там когда-то иногда на со мной спорил а иногда зачитывала мое сочинение говорил ну как ну вот вы не так же но вот что то но но вот этот вот процесс того что можно об этом поговорить можно об этом подумать и в связи с этим сформировать свою точку зрения это и стало в общем отправной точкой того, что я начала читать, я начала много читать, и не только школьную литературу, но и больше, скажем так, не всю школьную литературу я прочитала, потому что я вот, например, Обломова, как у него там она открыта была, там на 13 по-моему страниц, да, я дошла до третьей страницы, и все, на этом я благополучно заболела, перестала, ну, перестала ходить в школу, села на больничный, и вот без меня ребята прошли его, и я закрыла его на полку радостно. Не, ну я, если честно, тоже не всю школьную литературу прочитал. Ну, мы в прошлый раз выяснили, что «Война и мир» не прочитала. Да, «Война и мир», который... Я прочитала «Война и мир». Вот сегодня, да, поздравьте меня, я сегодня заканчиваю публикацию «Война и мира», сегодня будет последняя серия, которая в большом формате, эпилог, и с завтрашнего дня мы уже начнем с вами с другой книжкой. Я тебя, я тебя поздравляю, я уже эту твою другую книжку слушаю, слушаю потихоньку, это, наверное, ну, на мой взгляд, одно из самых мрачных произведений, ну, не знаю, как насчет мировой литературы, я, наверное, не настолько хорошо знакома с мировой, но из русской литературы это точно одно из самых мрачных произведений, потому что это Достоевский, это «Преступление и наказание», это я периодически, ну, то есть вот он записывает, а я это слышу из кухни, и там сижу, работаю и слышу, и вот это вот, и вот эта вот серость, вот эта вот чернуха Достоевского, она вот прям вот даже вот так вот где-то краем уха все равно на меня давит. Ну, не знаю, я Достоевский очень легко пишет. Ну, в общем, я люблю Достоевского. Не, я тоже, допустим, брать в кромочках люблю. И читать его тоже, это довольно довольно приятно. Ну, мне как чтецу. Все, давай, про что мы там, как полюбить? Собственно, как получать кайф, нужно. Полюбить вообще, у меня в процессе вот нашего обсуждения, мы всегда обсуждаем перед стримом, как-то, что будем говорить, и у меня в процессе обсуждения возник такой вопрос, а можно ли вообще полюбить, если ты не любишь? Ну, вот тебе что-то не нравится, а потом ты что-то полюбил. Ну, так же бывает, это вот как классическая история с оливками, да, когда шутят, что если тебе начали нравиться оливки, то, значит, ты старый. Ну, наверное, не знаю, я, в моей жизни были какие-то вещи, которые я не любил и полюбил, то есть, и в плане литературы тоже, и, как ни странно, это стало моим, даже моей профессией, потому что я в школе, например, терпеть не мог читать драматургию. Я ничего не понимал, то есть, просто, как бы, у меня ничего в голове практически не возникало, но в какой-то момент стало возникать. Я понял, что это такая прекрасная возможность включить свою фантазию, и когда я стал заниматься театром в театральном кружке, я понял, что это же все еще и переносится на сцену. И, собственно говоря, к тому моменту, когда мне умные люди объясняли, что мне режиссурой надо заниматься, я уже любил читать драматургию. Мало того, как бы, когда я смотрел спектакли других людей по пьесам, которые я читал и даже сам анализировал, и даже сам иногда ставил, для меня было большим наслаждением видеть, что человек как-то по-другому воспринимает. Вот, то есть, я вот, например, полюбил читать драматургию. Ну, Лев Николаевич Толстой мне открылся совершенно новых высот. Вот, и если честно, то через драматургию. Я полюбил Толстого, и сейчас одна из моих любимейших пьес это «Живой труп». Ну вот, и поэтому, как бы, первый рецепт, первая такая штука, как бы, это надо, может быть, сначала научиться понимать. Это нелегко, наверное. Ну, то есть, есть два пути. Сразу полюбить или встретить свою любовь. Вот, когда я всем рекомендую молодым там своим или юным друзьям полюбить литературу через какую-то книжку. То есть, найти книгу, которая тебе понравится. А как найти такую книгу? Как найти книгу, которая тебе понравится? Это, есть люди, которые вам нравятся. Я точно знаю. Есть люди, которые вам нравятся, и, скорее всего, что среди этих людей есть люди, которые любят литературу. И надо просто понять, какие книжки они любят. И, может быть, спросить их, какая их любимая книжка, из чего они полюбили читать. И попробовать начать с этого. Как правило, людям, которые нравятся друг другу, нравятся одинаковые вещи. Что не факт. Но чаще всего. И это будет еще прекрасный момент понять другого человека. Вот, то есть, найти книжку, которая вам нравится. Я своим старшим детям подсовываю просто книжки, которые я сам любил. И иногда это прям получалось. А я вот... Такой рецепт для тех, кто любит спорить. Как полюбить литературу. Когда вы находитесь в жестких рамках школьной программы, и вам приходится читать то, что вам приходится читать, то тогда, может быть, попробовать подумать над этим произведением и решить, в общем, согласен ты или не согласен. С главным героем, с неглавным героем, с финальной сценой произведения, в которой автор обычно высказывает свою точку зрения. То есть, согласен или не согласен. Просто подумать и поспорить, ну, как бы, если не согласен, да, нравится или не нравится. И, может быть, в связи с тем, что произведение запустит процесс размышления, возникнет желание прочитать что-то еще этого автора, понять, опять же, согласен или не согласен. И вообще сам процесс. Если человек спорщик, да, то, возможно, вот этой точке, я как по себе, по личному опыту, поскольку я, в общем, люблю спорить, то да, для меня иногда это именно отсюда я отталкиваюсь, и именно от этого у меня возникают какие-то любимые произведения, с которыми можно поспорить, которые позволяют подумать, позволяют проанализировать и построить свою концепцию, основываясь на том, что написал автор. Да, это, между прочим, очень хороший способ полюбить литературу, и это пообсуждать литературу с кем-то другим. И я не знаю, как у вас в школе, но вот мне тоже с учителями литературы очень повезло, потому что они допускали обсуждение. Мало того, вот у нас с Наташей мы тоже поминали, Рима Васильевна двойных, и еще раз я ее вспомню, как бы, добрым словом, потому что у нас были очень горячие обсуждения и персонажи, и коллизии, и иногда, как бы, у нас были, и это были неформальные обсуждения, не так, что, например, вот полкласса за, полкласса против, а кто-то выступал все время с какой-то свежей, как ему казалось, мыслью, иногда это были мысли, ну, не то чтобы не свежие, они очень умные, но тем не менее мы их обсуждали с большим, с большим-большим таким, ну, как бы, накалом страстей. И, может быть, можно полюбить литературу через то, чтобы начать обсуждать с кем-то, разговаривать о литературе. Можно сейчас, опять же, ну, интернет дает очень большое поле для того, чтобы послушать что-то других людей, которые разговаривают о литературе. уроки каких-то хороших педагогов. Вот Дмитрий Львович Быков при всем моем неоднозначном отношении к нему и очень-очень частом несогласии с ним по поводу того, что он говорит о литературе, очень интересно разворачивает как бы видение литературы, то есть как бы угол зрения, потому что, опять же, помянул вот наш предыдущий стрим, что кто-то из, не помню, кого цитирую, но кто-то из очень умных и уважаемых людей сказал, что книгу создает не только писатель, но и читатель. И нет двух людей, которые читают что-то одно и то же и читают одинаково и видят одинаково. Если вам приходилось когда-нибудь перечитывать, то, скорее всего, вам приходилось, вы понимали, что вы читаете какую-то совершенно другую книгу. Вот. И тут, наверное, еще надо сказать о том, что литература, как любое искусство, оно создано для удовольствия. И для того, чтобы получать удовольствие, надо понимать, что удовольствие – это, как правило, процесс такой меньше интеллектуальный, то есть меньше про понимание, а больше про чувство. И если вы, читая книгу, сопереживаете героем, чувствуете что-то, не всегда хорошие, позитивные мысли, иногда и негативные, то это правильно, это хорошо, это развивает вас, как человека, как личность, но не исключает анализа. То есть потом подумайте, а почему так? Зачем так? И в чем польза литературы, как искусство? Многие думают, что литература – это типа истории, но которая тоже очень бесполезна, если честно, рассказывает какие-то вещи, факты, и позволяет нам как-то подготовиться к жизни, изучая какие-то коллизии. Ну, то есть вот у героя было так, так, так и так, и если из этого получилось что-то плохое, то, зная, как получилось у героя, мы можем… Так делать не надо. Да, так не делать. Весь ужас заключается в том, что ничто не повторяется дважды. Никогда одинаково не повторяется вообще. Может быть очень похоже, а результат будет другой. В этом смысле как раз искусство – это не наука. То есть нельзя по той же формуле создать то же самое. Экспериментальным путем, да. Да, но все равно придется какой-то личный опыт приложить. Но не отрицая того, что все-таки литература дает какой-то опыт, она дает скорее опыт переживания, скорее опыт понимания эмоциональной сферы, что ли, что происходит с человеком внутри и снаружи. Вот я сейчас, опять же, читая Достоевского, очень интересные, очень разные персонажи. Он очень глубоко, психологически понимает этих людей. То есть что ими движет, почему они такие, что с ними произошло, как они собираются дальше жить. И ты читаешь и понимаешь всю глубину их переживаний, начинаешь переживать вместе с ними. Ну и, кстати говоря, если анализировать поведение персонажа, описанного автором, который, ну, собственно, через себя пропустил и, в общем, некую такую искусственную историю написал, да, все равно это позволяет, ну, если анализировать, не просто читать, да, а именно проводить анализ, то это позволяет понимать поведение других людей. Иногда нам кажется, господи, как, почему человек так поступил, зачем? А если мы отмотаем чуть-чуть назад и посмотрим, какие были у него до этого события, которые привели к этому, мы, в общем, скажем, ну, да, наверное, логично, вот, то, что он принял, например, такое решение, ну, какое-то решение. Это, вот, я сейчас недавно тоже там видел, психологи, они вот создают какие-то такие формулы поведения, что ли, да, и часто люди, которые там увлечены психологией, да, не зная эти формулы, могут, собственно говоря, понимать, что происходит с людьми, как они думают. Часто очень ошибаются, если честно, иначе бы тогда, ну, не было психологических проблем и расстройств, можно было бы просто про все прочитать, все понять и как бы действовать, как по-написанному. Но есть вот такая штука, которая называется эмоциональный интеллект. То есть, это когда ты думаешь чувствами, и когда ты не столько понимаешь, сколько чувствуешь, что происходит с другим человеком. И, собственно говоря, мы очень часто приходим в конфликт, потому что одну и ту же ситуацию решаем одним и тем же способом и получаем один и тот же результат. А литература, как искусство, она учит нас разнообразию и тому, как можно эмоционально или ситуативно по-другому поступать в жизни. Просто делать что-то, ну, может быть, совсем чуть-чуть по-другому, и ваша жизнь изменится. Чуть-чуть менять свое поведение, свое собственное поведение. Как говорил Борхес, всего два сюжета. Да-да-да, особенно крепость и возвращение домой. Да, всего два сюжета есть, но такое разнообразие того, что контекстов, того, что вокруг сюжета, что просто диву даешься. И это прекрасно. И если вам интересно, ну, жить, что ли, если вы хотите жить более эффективно, более насыщенно, более наполненно, более интересно, то литература, как одно из искусств, то это прямо то, что надо освоить. И в какой-то момент привычка читать, она перейдет в любовь к чтению. Вы выберете своих авторов. Хотя у меня, например, есть масса знакомых, которые читают все подряд. Такие прямо вот, ну, вот им... Не знаю, как это называется, наверное, да, тяга к чтению. Вот. Другой очень большой вопрос. Как полюбить школьную литературу? Тем более, что в ней очень много таких тяжелых, грустных сюжетов. Так, если посмотреть, в общем, большая, большой массив школьной литературы, он такой тяжелый. Вот мы проговорили про преступление и наказание, да, и самый яркий, наверное, пример такого тяжелая литература, которая на ранней, в общем, в ранних классах дается, это вот Муму Тургенева прям. Я вот не согласен. И, кстати говоря, туда в ту же степь еще и Тараса Бульбу я бы отправила. Тараса Бульба, да. Для меня это было вообще в школе прям потрясением, что Муму, что Тарас Бульба прям. Господи. Это потому, что у тебя альтернативный взгляд. Ты не хочешь классическое прочтение произведения принять. Ну, наверное. И душа твоя бунтует. А так, да, я согласен. Это все очень, ну, к сожалению или к счастью, это травматическая литература. Но сейчас я вам расскажу и, может, вам это поможет. Еще древние греки открыли такой эффект, который называется катарсис. Это то, что над вымыслом слезами обольюсь. Это как бы такое внутреннее очищение, как бы очищение своих рецепторов чувствования и своего восприятия мира. И несмотря на то, что известно точно, по-моему, Аристотеля, мы так и не уточнили, кто это ввел, это в научный и человеческий оборот, это катарсис, это определение, оно полезно для того, чтобы чувствовать всю полноту жизни. То есть необходимо какие-то предельные чувства испытать. И в этом смысле трагедии гораздо больше, чем комедии. И даже сами древние греки ценили больше трагедии. И комедия считалась так. Это легкий жанр, песнь козлов. Да, они соревновались именно в трагедии. Да. То есть были олимпийские игры по трагедии. Нет, они были дионисийские. Дионисийские, да. Ну, в общем, да. То есть были игры по трагедиям, а комедии и фарс это были такие дополнения, увеселения. И как бы низкий жанр. Да. Нижние рецепторы какие-то. Да, поэтому они вот трагедию эту смотрели, весь зал там, который вот под открытым небом, как это называется, амфитеатр весь. А вот они сидели, смотрели все это, переживали, очищались. У них случался катарсис, и счастливые греки уходили домой. Ну, в общем, да, как в бане сходят. Да, только в душевной, эмоциональной бане. Душевной обыцей связали. Вот. Поэтому как бы я думаю, что это тоже, ну, это необходимо. Необходимо иногда понять, предположим, что то, что с тобой происходит, это совсем не трагедия по сравнению с тем, что происходило с Герасимом. То есть как бы вы себя повели... И с Муму. Ну, с Муму, собачку, да, жалко. Не буду анекдот рассказывать про... Не буду. Не надо. Не буду про говорящего мужика и говорящую собаку. Вот. Но литературу... Не, полюбить литературу, это очень полезно для жизни. Я вам точно... Вот про то, что ты сказал, что это вовсе не трагедия, да? То есть это как бы другой мир совсем. И это вот у кого-то там где-то, пусть он вымышленный персонаж, но тем не менее, вот там случилось что-то страшное. А возможно, наоборот, мы возьмем другую сторону и посмеемся над каким-нибудь там ревизором. И это другое мир, и это совсем другая веселая история. То есть это погружение из своей реальности в другую. Это такая претеча современной компьютерной виртуальной реальности. Только она отрисовывается у нас в воображении, собственно говоря. О, кстати, да, вот хорошие аналогии. Понимаешь, компьютерные игры, они в основном все про что-то страшное и ужасное, и агрессивное. Ну да, да, да. И когда не было компьютерных игр, люди читали книжки. Да, а потом стали смотреть триллеры. Хорошо, давайте так. Я думаю, что мы тут уже много наговорили всего. Или что-то у нас еще там есть? Ну, у нас тут осталось только последнее, о том, что насильный мир не будешь, а так-то, собственно, мы, в общем, наговорили. Ну, тоже, опять же, я не уверен, что количество переходит в качество, опять же, что если вы много-много-много читаете, вы полюбите читать. Может, наоборот. Ну, как бы, что нас начнет тошнить, особенно от школьной. Да, и переесть – это хуже, чем не доесть. Кратко резюмируя, ну, как бы, поищите людей, которые посоветуют вам что-нибудь почитать. Возможно, вы не сойдетесь, но, как бы, чем больше контактов от людей, которые являются для вас авторитетами, тем лучше. Причем, я бы даже сказала, не обязательно авторитетами. Можно пообщаться с разными людьми и попробовать разную кухню литературную. То есть попробовать разные кухни. Может быть, ну, не случится любовь с литературой. Ну, так бывает. Ну, не всем, может быть. Ну, кому-то больше нравятся компьютерные игры. Ну, что делать? Ну, может быть. Может быть. Может быть. Давай почитаем. Давай почитаем чат. Сейчас я придвину, поскольку на твоем... Можешь, с телефона? Что-то случилось. На, с телефона, если ты можешь. На. Я придвину так. Да, сможешь пролистать? Там далеко листаю. Листаю до начала. Да. Так. Здравствуйте. Спасибо вам за такое старание. Спасибо вам за внимание. Здравствуйте. Непривычно слышать ваш голос. И, видите, одновременно. Мне тоже очень непривычно, знаете ли. Но, тем не менее. Добрый вечер. Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. Спасибо. Донат скинуть можно? Значит, про донат вот что. Под каждым видео есть, куда скинуть донаты и как помочь нашему нелегкому делу. Да, спасибо вам большое за желание скинуть нам донат. Здравствуйте, Александр. Спасибо за ваши аудиокниги. Особенно одна из ваших аудиокниг спасла меня сегодня на литературе. Я всегда пишу, приходите еще, делитесь с друзьями. Я рад помочь всем. Я понимаю, кстати, вот про аудиокниги. Это один из моих способов помочь вам полюбить литературу. Я понимаю, что не все могут читать. Но это реально очень сложный процесс. Мы говорили об этом в предыдущем нашем стриме. Возможно, что через аудиокниги вы поймете, что это прекрасно. Причем с аудиокнигами можно сэкономить время, то есть заниматься чем-то еще и слушать аудиокниги. Потому что с обычными книгами как не получится точно. Здравствуйте, только учил стих по вашему видео и увидел стрим. Да, про стихи мы обязательно отдельно сделаем, я думаю, стрим про как полюбить стихи. У меня есть видео про то, как учить стихи с удовольствием. Тоже, если хотите, можете посмотреть. Оно на главной странице канала. Это практически первое видео, которое я записал. Там можно со мной познакомиться. Если еще не знакомы. Вы такие красивые. Спасибо. Спасибо большое. Жена, повезло вам с мужем. Да, это безусловно. Даже вот вообще никаких вопросов по этому поводу нет. Очень повезло. Да, мне тоже повезло. Но я для этого много чего сделал. Благодаря вашей озвучке я смогла успеть прослушать все книги и хорошо сдала ОГЭ по литературе. Спасибо вам. Вот, прекрасно. Тоже, между прочим, открою вам тайну. Меня смотрят не только ученики, но и учителя. И рекомендуют, между прочим, ученикам. Своим ученикам, да. И иногда они смотрят для того, чтобы просто обновить свое ощущение от книги. И это значит, что это хорошие учителя, которые хотят обновить свое ощущение от книги. Да. Такие дела. Круто. Спасибо. Да, правда. Здравствуйте. Здравствуйте. Прекрасные люди. Спасибо вам за свет, который вы излучаете. Спасибо вам, что смотрите. Было бы кому. Мы с удовольствием. Излучать, да. Мы готовы. Как дела? Дела отлично. Ну, насколько это может быть? Здравствуйте. У вас есть донаты. Это я уже ответил. Я только что литературу учил Дубровского. Спасибо вам. Вы спасаете. Да, Дубровский вообще прекрасен. Это одно из самых смотрибельных произведений, если так можно выразиться, на моем канале. Почему вам нравится литература? Я, в общем, наверное, ответил уже. Это как бы способ прожить еще какую-то жизнь. Мне и театр, поэтому нравится. Я по этому театру и занимаюсь практически всю свою жизнь, потому что это не только способ прожить еще какую-то жизнь, которую ты никогда не проживешь лучше. Хотя бы эмоционально, хотя бы на уровне внутри себя. Хотя, в общем, если честно, я думаю, что мы и эту, которая снаружи проживаем внутри себя, так, по большому счету. По этому поводу есть очень большие споры у современных философов. Ну и не современных. Насколько объективен. Отправляешь нас в матрицу? Ну, нет-нет-нет. Матрица просто аналогия. Ну, да, как вариант. У каждого своя. Каждый свою строит. Вот. Мне нравится литература, потому что это способ прожить еще одну насыщенную эмоциональную жизнь. Так, Эльвира Владимировна, я подписан на ваши два канала и слушаю с удовольствием. А вот поддержать канал экономически мне не дают делать переводы с Европы в Россию. Только через YouTube. Ага, спасибо, Эльвира Владимировна. Ну, я не знаю, как бы надо, наверное, завести мне... Как он называется? Карточку какую-то. Нет-нет, надо завести мне... Ну, есть специальные вот для донатов за рубежом, донатпэйт и прочее, прочее. Но просто не так много людей, которые хотят поддержать. Вот какое дело. Можно, я не знаю, там что, есть какие-то суперстикеры, можно стать спонсором канала на YouTube. Как-то так. Если вы хотите нас поддержать из-за рубежа. Чего? Да, читай дальше. Вот. Как называется? Почему я никак это не могу запомнить, как это называется? Ну, очень страшно. Я думаю. Хотел задонатить вам, а у меня ссылка не работает. А, интернет тупит? Ну, ребята, как бы в любой момент. Да, как только у вас интернет... Интернет... Да, вот, сырник пишет. Ух ты, у вас уже 56 тысяч подписчиков. В том году было 11. Прогресс. Огромный? Я бы сказала. Я вообще... Только поэтому не перестану. Потому что, если честно, то деньги, которые... Какой? На Яндекс.Мане. Яндекс.Мане. Ну, обновим. Ну, там есть этот самый Сбер. На Сбер присылайте. А Сбера нету. А, вот номер карточки Сбер есть. Номер карточки Сбер есть. Так, про что я? Вот мы проверили за то, что у тебя не работает ссылка. И мы теперь знаем, что нам надо, чтобы... Да, что у нас спасибо большое. Да, обновим ссылку на Яндекс.Деньги. Что я? А, да, про 56. Я только поэтому и делаю. Потому что те деньги, которые зарабатывают сейчас на Ютюбе, это прям, ну... Да. Это слезы. Но я же, не знаю, там в каком-то из стримов я рассказывал про то, что я начал потому, что мне нужна была какая-то практика ежедневная. Потому что моя профессиональная деятельность, она очень спорадическая. То есть, нет, ежедневно я ничего не делаю. Я ежедневно не работаю. У меня бывает так, что у меня прямо завал работы, и я с ума схожу от напряженки, зарабатываю каких-то денег, и потом живу на эти деньги. А бывает, что ничего нет. И тогда это было прямо в полный рост, и я подумал, что мне что-то надо. Я давно болел идеей прочитать всю школьную программу, и вот я взял на себя обязательства, и пока я все не прочитаю, не перестану. Несмотря ни на что. А как только перестану, так подумаю. Что там будет дальше? Да, может, буду читать какие-то книжки на заказ, буду спрашивать. В тот момент у меня будет серебряная кнопка. В общем, и золотая. И золотая кнопка, и я буду говорить людям, ну, что вам прочитать? Что вы хотите. Что вы хотите. И мы будем голосовать, у меня будет список литературы. Поэтому подписывайтесь, делитесь с друзьями, ставьте лайки и так далее, и так далее. Пускай растет. Да, пускай растет. Пускай не растает. Пускай растет. Единственный параметр, на который я смотрю с удовольствием, это количество подписчиков. Тебя поздравляю с тем, что ты закончил Толстого. Да, спасибо. Видишь, поздравляю, поздравляю. Во глубине сибирских луж. Ну да. Поздравляю, поздравляю. Добрый вечер. Пишут, что лучше стало с освещением. Лучше стало с освещением. Да, мы не зря... У нас просто в прошлый раз как-то, ну, я не знаю, руки не дошли. Наташа, она не только ведет канал, но она еще читает лекции, а я еще занимаюсь фотографией. Поэтому вот там вот сзади у нас висит мини-выставка моих работ, мы ее периодически обновляем. Вот. И поэтому у меня есть световое оборудование. Ну, что-то как-то такой был пробный стрим. И хорошо, что вы сказали нам по поводу света. Сейчас мы поставили мой студийный свет. И вот, и у нас хороший свет, да. Правда. Достоевский писал очень духовные произведения. Дорасти, наверное. Вы знаете, вот я честно скажу, что, наверное, не надо начинать с преступления и наказания. Это большая ошибка. В школьной программе. В школьной программе читать преступления и наказания. У Достоевского масса всяких других произведений, которые гораздо легче, понятнее, не такие травматичные. Хотя все, в общем, травматичные. Знаю огромное количество людей, которые в школе не смогли освоить преступления и наказания. Но потом, например, им кто-нибудь подсунул каких-нибудь братьев Карамазовых или идиота. И они были в полном восторге и перечитали всего Достоевского. И в том числе и преступления и наказания. Сказали, ого. И, кстати, я... Тоже маленький секрет. Маленькая тайна моего канала. Поскольку я режиссер, то я стараюсь читать не хрестоматийно. И есть секрет преступления и наказания, если вы хотите читать его самостоятельно. Сказать? Ну, скажи. Сказать? Ну, скажи. Да, ребята, это детектив. Да, наверное, если читать как детектив... Если начать читать преступления и наказания как детектив, все у вас пойдет как по маслу. В прошлый раз, когда говорили про Чехова, если читать как комедии... То все пойдет как по маслу. Да, если читать произведения Чехова, особенно драматические, особенно «Вишневый сад» как комедию, как то, что у человека безумная ирония, и он просто стебется, ну, как бы насмехается над всеми своими персонажами без исключения. Но только делает это настолько тонко и, как бы это сказать, жестко, тогда станет гораздо проще читать все. Гораздо проще и гораздо интереснее, главное. Нам в школе дают монументальное, то есть Пушкин памятник. А он... А он Айда Пушкин, Айда Сукин сын. Айда Сукин сын еще какой. Да, и, как сказать, и Достоевский памятник. А Достоевский не памятник. Достоевский – это человек, который был обреваем страстями, он был гений, он... Там и карточные игры, и долги, и женщины. Вот, ну, просто, да, и женщины, и долги, и все на свете. Но самое главное – это человек, который пережил гражданскую казнь. Да, собственный расстрел, собственно, практически. Собственный расстрел, да. То есть он стоял перед взводом солдат, как бы с мешком на голове, его должны были расстрелять. И в последний момент расстрел обменили. Представьте себе, как бы... Насколько травмированные... Представьте себе, что должно произойти с человеком в этот момент. У Толстого в «Войне и мире» есть такой эпизод. Когда Пьер думал, что его сейчас расстреляют, и перед ним расстреляли людей, а его нет. И представьте себе, что происходит с человеком в этом случае. Пьер Безухов – это Достоевский. Какие параллели? Как-то я нет. Как-то нет. Как-то нет. Ошивка сервера. У нас идет трансляция? А, нет, все нормально. Это здесь, видимо. Там идет. Да, хорошо. Я про Достоевского хотела сказать, что я в школе прочитала, соответственно, преступление и наказание. Потом после школы я училась в колледже, и нам задали братьев Крамазовых. Я начала читать и не могла его прочитать. Потом я училась в институте. По-моему, вот... Ну, в общем, короче, раза с третьего я начала читать братьев Крамазовых. То есть до этого я не могла, я бралась, и никак у меня не шло. А потом раз с третьего я взяла и прочитала всю эту книжку запоем с большим удовольствием. Очень люблю братьев Крамазовых до сих пор. После этого я прочитала «Бесы», которых нам тоже задали. И я поняла, что нет, все. На братьев Крамазовых и Достоевский закончился. Ну, кого как. То есть тут... Дорасти, да, наверное, как до любого произведения надо дорасти. А какое-то... Есть люди, которые с большим удовольствием читают детские стихи, потому что оказывается, что там все очень не по-детски. Самуэл Марша, кстати, говорил, что для детей надо читать так же, как для взрослых, только... Писать так же, как для взрослых, только лучше. Я про свое все. Вот поэтому я не люблю Вагнию Барто, потому что она писала как-то и не для детей, и не с любовью. Больше я люблю Карни Ивановича Чуковского. Так. Ку. Корпвагин. Ку. Да. Два раза. Два раза Ку. Всем два раза Ку. Ворошилов Алексей. Алексей, привет. Спасибо, что смотрите, пишите комментарии. Я хочу сказать, что я очень люблю литературу. Мои любимые писатели – это Гоголь и Достоевский. Рыги. Мне больше всего понравилась книга «Мертвые души» Гоголя, когда я летом читал ее. Да, Гоголя тоже очень люблю. «Мертвые души» – прекрасное произведение. Последняя глава особенно. Добрый вечер. Благодарю за прочитанные книги. Добрый вечер. Спасибо вам. Так. Алексей еще ворошилов. Я хочу сказать, что я уже прочитал «Льва Толстого детства», «Утро, чисто, юность», «Война и мир», потом я читал «Гоголь и Ви», «Майская ночь», «Ночь перед Рождеством». Да, ну вот, отлично. Хочется понять, как возникает желание написать прозу. Вот что я вам могу сказать? Чукчи не писатель, к сожалению. Женя, читатель, когда-то было в моей жизни желание написать стихи, я пописал и перестал. Ну, как-то говорят, были неплохие, но я понял, что нет, надо либо вот это, либо то. Есть такая штука, графомания называется. Я уже про Льва Николаевич рассказывал, анекдот Хармса в прошлый раз. Любил играть на балалайке. Да, тренбринтинг. Да, Лев Николаевич Солстой любил играть на балалайке. Бывало себя писать «Война и мир», а в голове тренбринтинг, тренбринтинг. Люди любят писать. Как у них это получается? Я не знаю. Как у многих людей. То есть люди, например, любят собирать пазлы. Я нет. Как может прийти в голову желание сидеть и собирать какие-то кусочки? Я не понимаю. Но иногда приходится. И иногда я собираюсь с дочкой пазлы с большим удовольствием. Потому что мне очень нравится, как она это делает. Как она, ну, сам процесс того, как мы с ней вместе это делаем. Но собирать пазлы нет. Как написать произведение нет. Я не понимаю. У меня, между прочим, сказка есть. Да, вот, писатель, между прочим, да. Есть писатель, у него есть книга. Просто когда у меня детская сказка есть, когда родилась у нас дочка, у меня возникло желание создать для нее какой-то отдельный свой специфический мир. С моими знаниями, с моими знаниями мифов разных персонажей сказочных, мифологических. И вот захотелось создать для нее свой мир. И поселить ее в этот мир. Поэтому главная героиня этой сказки у меня девочка Алиса. Ну, правда, она старше намного, чем тогдашняя Алиса. И даже еще, наверное, сегодняшняя Алиса не доросла до нее. И она путешествует по вот такому сказочному миру, основанному на русских сказках. Да, если хотите, можете на Литресе почитать. Наталья Теренкова, что Алиса называется? Не помню, Алиса в какой-то сайте уже, в 9-м, в 30-м царстве, что ли, что-то такое. Не помню. Геннадий Волнаходец. Мне кажется, у вас хорошо получится шествие Бродского. Знаете, я Бродского очень люблю, и у меня на канале есть даже небольшая подборка Бродского. Но это все школьная программа. Я, к сожалению, ну просто нет сил читать что-нибудь еще. Ну, вот я взял, я один раз сделал исключение, потому что прочитал «Приключения Тома Сойера», и мне сказали, ну давайте тогда и Гиклер Берифина. Он есть, но я прочитал его гораздо, как мне кажется, книжка хуже, чем Тома Сойера. Я прочитал и без особого удовольствия, и не так сказать, чтобы много просмотров. Поэтому сейчас школьная программа, а потом дальше, если кто-то после школы со мной останется и захочет читать еще что-нибудь, ну слушать на моем канале, буду читать, скорее всего, классику. Я про Гиклер Берифина хотела бы его немножко реабилитировать. Она, конечно, похуже книжкой, действительно, чем Том Сойер, но она тоже по-своему интересная. Она более взрослая, чем Том Сойер. Том Сойер там классная книжка, в которой много взрослого и для взрослых понятного, чем для детей. А уж в Гиклер Берифине особенный. Там он больше такой, больше все-таки взрослый писатель Марковин, чем детский. Да, наверное. Ну, не знаю. Ну, по крайней мере, наша дочка ее слушает. Так. Что там? Передать привет Саше. Ну, Саше, если это Саше надо передать привет, то передаем привет Саше. Если это мне привет, то спасибо. Хорошего вам вечера. До свидания. До свидания. Спасибо, что пришли. Вас очень интересно слушать. Спасибо за ваши старания. Спасибо, что смотрите. Спасибо большое за аудиокниги. Еще раз спасибо. Марина Жукова, Александр Заворожина. Вашим умением донести аудиокниги. Супер. Спасибо большое. Но я очень много времени жизни потратил на то, чтобы... Этому научиться. Этому научиться и как бы сделать это своей, что ли, профессией, своим занятием. Потому что я очень давно читаю аудиокниги. Очень давно. Еще на кассетах выходили. Представляете, какой я древний. Ладно, ладно, не применяйся. Ты молодой и красивый. А, да. Еще как бы вот по поводу донести. У меня есть пара секретов, мастерства. И я про них тоже там рассказываю. У меня есть видео про это. На канале, да? Да. Вы очень вдохновляете. Это очень приятно. Здравствуйте. Вы очень хорошие. Спасибо большое. Патреон это называется. Да, вот. Патреон. Патреон. Для российских карт есть. Донейшн. Спасибо. Да, надо, наверное, сделать. Но я просто... Видите, какая штука. Наверное, если мы будем продолжать стримы, то надо сделать. Прикручивать это к моим видео постоянным. Ну, я не знаю, зачем. Есть ссылки в описании. Их, правда, никто не смотрит, не читает. Но кто надо, смотрит и читает. И иногда присылает донаты, за что им большое спасибо. Привет. Привет. Я сейчас учу стих. Не позволяй душе лениться. Можешь его пересказать? Нет, я пересказать его не могу, но он есть на моем канале. Можно его найти и там прямо его послушать. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как быстро выучить стихотворение. На главной странице канала видео о том, как выучить стихотворение. Я там не открываю Америк, но я вам могу сказать, что в моей жизни мне приходилось очень быстро, очень большие тексты учить. Очень-очень-очень. И не обязательно стихотворные. И поэтому у меня есть несколько таких лайфхаков, которыми я с удовольствием поделился в этом видео. Чат не чекают похоже. Да, мы в самом начале сказали, что мы сначала поговорим, а потом будем читать. Потом будем чекать. Вот теперь дошли до чекания и чекаем. Гоголь умер в гробу? Ой, нет, не знаю. У меня тут было недавно, как раз, когда я на РЕН-ТВ ездила, там всякие истории про вот этих живых покойников. И я, по крайней мере, там говорила о том, что это нет, конечно, нереальной истории. Это больше байка, которая придумана вокруг образа Гоголя. Потому что оказаться в гробу, там без воздуха, без всего, и потом ожить, ну, это невозможно для человеческого организма. Да? Ну, да. Ну, то есть он лег поспать, проснулся, упал. А воздуха-то нет, как он лег поспать? Закопали все. Ну, там какой-то был. Ну, как он его выдышал же, если он спал. Хорошо. О, привет, привет. Спасибо вам, вы мне помогаете очень сильно. Спасибо. Я учусь в школе, и ваш канал мне очень помогает. Это очень приятно. Я, собственно, для этого и делал. Я всем друзьям советую. Да, это очень приятно. Советуйте дальше, да. Советуйте дальше. Большое количество друзей. Ну, собственно говоря, если бы каждый десятый хотя бы подписывался, то у меня бы давно была серебряная кнопка. Из тех, кто смотрит. Из тех, кто смотрит, да. Очень нравится ваш канал. Спасибо за ваш труд. Последний... Комментарий, да. Последний комментарий. Если кто-то еще что-то хочет спросить, пишите. И будем уже, наверное, прощаться. Мы почти час, пятьдесят минут. Я думаю, что уже успеют поднадоесть вам. Если у вас есть какие-то идеи о том, о чем вы хотите с нами поговорить, чтобы мы вам о чем-то с вами поговорили на следующем стриме, подкинули нам идейки, о чем рассказать, о чем с вами поговорить, мы будем очень рады. Пишите нам в комментариях, пишите под этим стримом. Мы обязательно посмотрим, рассмотрим, если там будет много, мы выберем и проведем, наверное, на любую из этих тем. Ну, просто у нас как бы есть свои мысли о том, о чем мы могли бы еще поговорить. Я думаю, что на следующий раз что-нибудь про поэзию поговорим. Про то, как научиться понимать стихи, может быть. Или как полюбить поэзию. Потому что это тоже большая проблема. Как говорила одна моя знакомая, дураки какие-то не могут нормальным языком писать. Пишут какими-то стихами. Вот. Ты рассказываешь, как ты меня научила любить стихи. Ну да, да, да. Я сейчас слушаю аудиокнигу «Станционный смотритель». Приятного вам прослушивания. Мне кажется, я неплохо прочитал. Спасибо за эфир. До встречи. Привет. Видимо, опоздал. Ничего страшного будет в записи. Через какое-то время YouTube обработает. И будет стрим. Я сделал на канале, я сделал плейлист в стримы. Поэтому можно в стримы будет посмотреть. Да, спасибо вам. Человек недоросль слушает, видишь? Ой, недоросль, да. Это то еще. Это еще удовольствие. Это еще удовольствие. Да, я уже говорил про это. Я уже говорил про то, что, к сожалению, через 200 лет язык так сильно меняется, что очень тяжело слушать какие-то старые произведения. Надо слушать со словарем. Слушать и читать. Читать со словарем, да. Обычно есть сноски, потому что иногда прям читаешь. Конечно, даже я читаю, даже у читая Толстого, мне приходилось периодически выяснять, что означает слово, написанное по-русски, не по-французски. Ну и потом, чем дальше, тем больше требуется сносок со временем. Потому что то, что было понятно нам, а сейчас непонятно современным детям. У меня была такая история, когда студенты, значит, на занятии читали, и в тексте была фраза «пойду сосну». И это вызвало у них дикий прилив хохота просто. То есть вот вообще. И самое интересное, что это было не просто они, ну кто-то просто посмеялся, да, а кто-то прям вот, ну, не понял, что она пошла делать. Вот. Да. Ваши театральные навыки явно на пользу, потрясающие. У меня были потрясающие совершенно педагоги. Ну и надо сказать, что я закончила одну из лучших в мире школ театральных Щукинское училище. Вот. И это... Должны были научить хорошо. Ну да, там на вопросах вы из любого человека можете сделать артиста. Как правило, у них был стандартный ответ. В цирке были, медведи на мотоцикле видели. Поэтому, да, это... Ну, попасть туда было сложно. Те, кто попадал, обязательно чему-то учились. Ну, это учиться там было тоже сложно. Но для тех, кто учился, для тех, кто сделает своей профессией, это... Один из моих однокурсников сейчас там преподает. с большим успехом. И с большим удовольствием. С большим удовольствием, да. Ему очень нравится, да. Ну что ж, давайте тогда прощаться. Спасибо всем большое за внимание. Я надеюсь, что увидимся в следующий четверг в это же самое время. Если все будет у нас хорошо. А я надеюсь, что так все и будет. Да, пусть будет все хорошо. Да. Большое спасибо за внимание. Да, приходите к нам еще обязательно и на канал, и на стримы. Приходите, мы будем вам очень-очень рады. До свидания. До свидания.